Приветствую всех любителей шахмат и сегодня у нас интересная партия Яна Непомнящего против чемпиона мира Магнуса Карсона. Была разыграна испанская партия и Магнус после серьезной серии ошибок получил мат в центре доски. Давайте посмотрим как это было. Ян играет e4, Магнус отвечает e5, конь f3, конь c6. Перед нами теперь испанская партия, пока все стандартно. Короткая рокировка, слон выходит на e7, последовал ход d3. Ян Непомнящий уклоняется, играет антимаршала, ставит пешку на d3, не допуская острых продолжений со стороны черных. d6 отвечает Магнус, c3, последовала короткая рокировка, ладья e1, ладья e8, конь выходит на d2, слон f8, d4 удар по центру. И Магнус отбрасывает слона a4 назад, слон c2, лишний раз укрепляем пешку на e4 и готовы перевести коня на g3, поближе к черному королю. Последовал размен на поле d4, открываем свою ладью, все-таки фигура не зря встала на e8, должна работать. Взяли, теперь у белых в ответ такой подвижный центр. При случае можно двигать эти пешки при поддержке двух слонов, которые посматривают вот так вот в сторону черного монарха. Итак, слон g4, связали и развили заодно фигуру, связали коня. Конь идет на поле f1, g6. Магнус торопится поставить своего слона на большую диагональ. Все это теория, испанская партия изучена вдоль и поперек. И пока соперники вряд ли сделали самостоятельный ход. Слон g7, слон e3, укрепили на d4. Последовал ход конь d7, ладья c1, убираем ладью из-под возможного, когда слон съест на b2, чтобы ладья уже не стояла на a1. Ну и при случае давим на пешку c, то есть по линии c ладья будет работать. Слон f3, взятие пешкой, ферзем брать нельзя, на d4 висит. И магнус играет ферзь f6. Теперь уже целых три нападения. Конечно, двигать пешку вперед не хочется. Мы напали на коня, пешка b2 становится слабой, но слон. То есть тут главная идея где-то слона поставить на b3, а после хода d5 слон будет в собственной пешке и упираться. И непонятно, фигура ли это или пешка. Итак, слон b3, Ян жертвует на d4, но готов взять на c7. Взятие на d4, взятие слоном, ферзь и ладья c7. Можно, конечно, уйти сразу в разноцвет. И у черных должна быть минимум ничья, но магнус продолжает играть на победу. Позиция примерно равная в данной ситуации. Ладья c7. Пытаемся активную фигуру ла седьмого ряда, конечно, выкурить. Размен произошел. Взятие на d6. Взятие на b2. Вот так вот магнус восстанавливает материальный баланс. f4. Пешке, конечно, хочется двигать вперед. Где-то пешку на e5, коня на e4 и при случае залезть на поле f6. Поэтому конь c5. Попытка разобраться с сильным испанским слоном. Слон очень неприятно работает по пункту f7. Ян, конечно, не хочет его разменивать. Играет слон d5. Но теперь белый ферзь находится в таком опасном положении. Неожиданно последовал ход слон d4. И уже где-то угрожает взятие на f2 с последующим двойным шахом и отъесть ферзя. Поэтому нужно считаться с этим ходом. Играть либо король g2, либо ладья e2. В партии последовал ход ладья e2. Теперь на взятие мы можем взять ладьей. Последовал ход конь d3. Черный продолжает нападать на пункт f2 много раз. Теперь уже три нападения. Король g2. Готов Ян отдать эту пешку. Но главное, что без шаха. Последовал ход король g7. Ладья d2. Пытаемся по линии d продавить. Магнус отвечает. Слон c5. Ферзь c6. И конь f4. Король f3. Батя идет вперед. Нападает на коня. И в этой ситуации со стороны черных. Неожиданно все фигуры зависли. Зависла ладья на e8. Конь на f4. Здесь, наверное, сильнейшим ходом был ход слон b4. Идея этого хода в том, что сейчас ладья под боем. То есть, в случае взятия мы заберем ладью. Ну и королем брать мы, естественно, тоже ладью заберем шахом. А если вдруг попытаться убрать ладью, допустим, из подбоя. С идеей, что все равно две фигуры под боем. Тогда у черных есть хитрый ход ферзь b8. Ну и мы просто все защитили. И на f4, и на e8. Позиция достаточно у черных приличная. Стоят на перевес. Но в партии последовал ход ладья d8. Магнуса, видимо, было просто мало времени. Не находят сильнейшее продолжение. Взятие на f4. Ладья d6. И Ян ошибается очень серьезно. Нужно было сыграть ферзь c8. И позиция у него немного лучше. У него лишняя фигура. Но тут атака пункта f2. И король как-то чувствует себя не совсем комфортно на f4. А после же хода ферзь e8. Магнус мог закончить партию буквально на несколько ходов. Встать вот таким рентгеном. Напасть на короля. Теперь грозит отскок на e6. Грозит ладья d5. Угроз достаточно много. Если, допустим, прямолинейно здесь попытаться как-то королем. Убежать на поле f3. То можно играть по-разному. Тут ладья d8. Здесь не нужно играть по-разному. Тут ладья d8 просто вылавливает ферзя. Уже нужно брать. Потому что у ферзя просто нет полей. То есть в случае ферзь c6, конечно, разменялись. И съели на d2 ладью. Если же попытаться сразу бежать ферзем. Дать шаг такой, да. Ферзь e5 при короле на f4. То, конечно, ладья f6 проигрывает со стороны черных. Потому что тут контр-шаг. Конь f5. И на взятие мы забрали ферзя. Ну, взятие ладьей, конечно, невозможно было. Коня ладья просто связаны. Но здесь есть такая тонкость. То есть никто ладьей, конечно, закрываться не будет. А последует простой ход f6. И после отхода ферзя черные отыгрывают фигуру ходом ладья d5. И стоят опять же на перевес. Вот так вот могло все закончиться. Но Магнус простил Яну непомнящего. И партия завертелась с новой силой. Итак, после ферзь e8. Удар на f2. Это уже выпускает перевес. Теперь у белых явно лучше. Король g4. Уходим на всякий случай от возможных шахов. Очень неприятных. Ладья f6. Магнус пытается создать какую-то коробочку. Такую вокруг белого монарха. И поставить ему мат. e5 напали на ладью. h5. Можно было попытаться ладья f4. И как-то залезть слоном. Но фигур достаточно мало оставалось у черных. Поэтому Магнус пытается поддержать фигуру. Как можно больше на доске оставить. Поддержать напряжение. Король h3. Ладья f4. e6. Ян идет на пролом. Хочет добраться до слабого пункта f7. Ну, либо просто где-то при случае провести ферзя. Можно толкнуть e7. Дать шаг с f8. И поставить ферзя. Итак, взятие на f6. Слон e6. Угрожает теперь еще и врыв ладьей. Приходится с этим считаться. Магнус играет слон d4. Вот так вот перекрывается. Конь h5 наносит очередной удар. Ян. И здесь уже позиция черных полностью рушится. Взятие коня. Далее шаг. Подключаем ладью. Король f6. Ладья g6. Король вынужден идти в центр. Слон возвращается на поле b3. И здесь уже Магнус Калсен, чемпион мира, вынужден был сдаться. Дело в том, что в случае короля f5 можно, конечно, ферзя отдать на ход, продлить сопротивление. Конечно, мат в один ход. Ферзь e6. Вот так вот король в центре на поле e5 получил мат. Вот такая вот партия, испанская партия. Магнус мог несколько раз победить фактически, но прошел мимо этого. Видимо, все-таки мало было у Магнуса времени. Не нашел он точного хода. Скоро, друзья, состоится матч между двумя этими замечательными шахматистами. Обязательно напишите в комментариях, за кого будете болеть. И какие шансы у Яна, не помню, еще против чемпиона мира. Всем спасибо за ваше внимание. Всем добра и хорошего настроения.